Эфир телеканала ННТ продолжит новость в Дагестан. В студии была Акмедова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Обещанного три года ждут и не всегда дожидаются. В Махачкале возбуждено уголовное дело по факту халатности при обеспечении жильем сироты. Об этом через минуту. Отвага, смелость, боевой дух и все это, несмотря на преклонный возраст. 62-летний доброволец из Буйнакского района отправился на СВО. Машина в подарок за знанием. Лада Гранта стала главным призом в конкурсе по книге Муфтия Дагестана «Благонравие праведников». Самое яркое спортивное событие уходящего лета. В минувшие выходные в столице республики прошел турнир по баскетболу ДНЭП 3х3. Подробнее в спортивном блоге. В Махачкале возбуждено уголовное дело по факту халатности при обеспечении жильем сироты. В 2021 году суд обязал администрацию столицы предоставить ему жилье в срочном порядке. Однако через два года, несмотря на выделенные средства, из республиканского бюджета сирота так и не получил квартиру. В настоящее время следователи устанавливают виновных должностных лиц, которые не исполнили свои обязанности. 28 водителей с признаками опьянения остранили от управления транспортным средством. Против двоих возбудили уголовное дело, сообщает КИБДД республики. Отметим, что в мае этого года сотрудниками правопорядка были усилены меры по борьбе с пьяным вождением. Цель мероприятий – сократить число ДТП на дорогах. Энергопотребление в регионе с начала года выросло почти на 8%, а использование максимальной мощности увеличилось в 6 раз. Как заявили в диспетчерском управлении энергосистемы республики, аномальный рост начался уже в июне, тогда как в предыдущие годы самые высокие показатели фиксировали в августе. В этом году пик потребления сместился с вечернего времени на середину дня. Отметим, что Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария вошли в число регионов России, где этим летом были зафиксированы максимумы потребления электроэнергии. За прошедшую неделю в республике произошло 93 пожара. Сотрудники МЧС сумели спасти из огня 5 человек. Также за этот период спасатели 37 раз боролись с последствиями ДТП. А вот за прошедшие сутки, по данным ведомства, было зафиксировано одно возгорание. Отметим также, что в некоторых районах республики сохраняется высокая пожароопасность. Основными причинами происшедших пожаров явились неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования. 19 добровольцев отправились в зону СВО. Среди них и 62-летний Джанарслан Закаев из Буйнакского района. Он подчеркнул, что его долг как гражданина и патриота – защищать свою страну и народ. А провожать главу семьи приехали его родные и близкие. Ну, возраст – это не мой возраст. Мой возраст намного меньше. Это возраст паспорта моего. Паспорт не главное. Главное – мой внутренний мир, внутренний дух и мой решительный настрой. Когда я вижу, например, за дверью стучит, например, враг, как я могу стоять дома, упрятаться, например. Это надо показать пример личный. Лада Гранта стала главным призом в конкурсе по книге Муфтия Дагестана «Благонравие праведников». В нем приняли участие жители, а также выходцы Табасаранского и Хиевского районов. Торжественное награждение победителей и призеров состоялось в рамках мероприятия «Вечер Корана» на крепости семи братьев и сестры в селе Хучни. Подробнее в сюжете. Быть благонравным – значит быть ближе к довольству Всевышнего. Именно эта цель является ключевой в проведении подобных конкурсов, отмечают организаторы. Желающих участвовать было немало – около двух тысяч человек. Из них в финал прошли только 250. «Они показали очень хороший результат. По финальному этапу было видно, насколько хорошо подготовлены наши конкурсанты. В финальном этапе первое место и десятое место – совсем маленькая разница. До того были подготовлены они». Конкурс не имел строгих возрастных ограничений. Участвовать могли все от мала до велика. Вопросы по книге не всегда легкие, но для того, кто подготовился основательно, найти правильный ответ не составляло труда. «Сама я тоже студентка. Училась и одновременно занималась по книге в свободное время. Конечно, я колоссально изменилась в лучшую сторону. Стала более терпеливой, более доброй». «Ахамду лиллах, наш муфти, вот эту книгу «Благонравие праведников», он её очень грамотно составил, так как в ней подробно описывается болезнь и сердце людей, которые так сильно распространены». Победительницей стала жительница Махачкалы Сераед Саидбаева. Из-за болезни прийти на вручение она не смогла, но в этой ситуации её выручил муж. Сертификат на новый автомобиль был передан ему в руки. «Конечно, очень усердно готовилась она. Можно сказать, выучила наизусть книгу. Но, ахамду лиллах, за проявленное усердие получили подарок машину тоже, ахамду лиллах. Дай Аллах, чтобы использовать во благо». Остальным призёрам были вручены крупные денежные призы. Награждение проходило в торжественной обстановке перед участниками мероприятия «Вечер Корана». Напомним, что подобные конкурсы направлены на воспитание нравственных ценностей. Люди узнают отличные примеры проявления благого нрава и жизни пророка Мухаммада и праведных предшественников. «От сердца к сердцу». Под таким названием было проведено мероприятие для детей и участников специальной военной операции из города Дербента и Дербинского района. Организаторы постарались сделать развлекательную программу насыщенной и интересной. После вкусного обеда с ребятами провели разнообразные мастер-классы и купания в аквапарке. Кроме того, каждому ребенку вручили школьные принадлежности, необходимые для нового учебного года. Участие в акции также принял председатель Совета имамов города Дербент Абдулла Маликов. Азарт борьбы, напряжение и крики болельщиков. Минувшие выходные площадкой перед Кумыкским театром стала ареной настоящих баталий. Там проходило, пожалуй, самое яркое спортивное событие уходящего лета – турнир по баскетболу ДНФ 3 на 3. Атмосферу стритбола прочувствовали и наши корреспонденты. Слово Курбану Рагимову. Матч состоится в любую погоду. Эта крылатая фраза стала девизом вечерней программы уличного баскетбола. Дождь не остановил финалистов. В споре за золото сошлись команды из Махачкалы и Дербента. Скорость и динамика игры не оставили равнодушным никого. На трибунах полный аншлаг. Десять минут зрелищной и качественной игры выявили победителя. Баскетболисты дербенского клуба «Олдтаун Гуарц» празднуют по старой традиции. Такого ажиотажа я первый раз вижу, честно. Очень заряженная игра, очень заряженные болельщики, очень заряженный вообще турнир. Я вам благодарен. Турнир по стритболу «ДНЭП 3х3» компания проводит второй год. В конце лета площадка перед Кумыкским театром превращается в настоящую арену под открытым небом на берегу моря. Удачный выбор локаций, ну и, конечно, само яркое шоу, уверены организаторы, поднимет олимпийскую дисциплину «Баскетбол 3х3» в регионе на новый уровень. К тому же этот вид спорта воспитывает ценные для дагестанцев качества и навыки. Такие мероприятия помогают ребятам укрепить и применить свои навыки на площадке, работать в команде для достижения общих целей. Тем самым это позволяет им использовать эти навыки не только на площадке, но и в различных ситуациях в жизни. В спор за победу вступали 24 команды. 16 лучших вышли в стадию плей-офф. Дальше по олимпийской системе на вылет. Здесь же на площадке определяли и короля индивидуальной игры. Первый раз для меня было это, как сказать, мечтой на площади – организовать такое мероприятие. И вот сегодня уже как обычная работа. Мне, конечно же, приятно видеть, когда такая толпа людей приходит сюда поболеть. Просто рандомные люди, не знающие баскетбол, увидели игру, полюбили. Этот турнир нас очень сильно удивил, как и меня, как главного судьи, потому что здесь вышли ребята, молодые ребята, вышли четверку лучших. Потому что, как сказать, молодые ребята набирают опыт. Они благодаря таким турнирам еще больше стали повышать свое мастерство. Помимо жарких матчей, зрителей всю программу турнира сопровождал фудкорт с популярными городскими проектами и ряд приятных бонусов. Раздача трех тонн лимонада, фирменной футболки, встреча с популярными блогерами и в целом праздничная атмосфера. Я был приятно удивлен от всего мероприятия. Шикарный ивент, можно сказать. И для всех, кто на Буйнакской улице, в центре города посмотреть. И я говорю, что под проливным дождем люди смотрели, поддерживали команды. Это очень приятно видеть. Это здорово, потому что молодежь и вот такой массовый спорт поддерживается. Понятно, что у нас в единоборствах наши чемпионы, но я думаю, в массовом спорте скоро появятся чемпионы, которые будут проставлять республику. Стритбол не первый спортивный проект, который развивает ДНЭП. Компания активно поддерживает любительскую футбольную лигу Дагестана, крупные спортивные турниры, фестивали и масштабные забеги. Следующий большой шаг в участии в развитии спортивной и культурной составляющей региона – открытие баскетбольной академии. Лучшие команды турнира по стритболу распределили между собой призовой фонд в размере 300 тысяч рублей. Отдельных премий удостоились ведущие игроки в индивидуальных номинациях. Курбан Рагимов, Шамиль Хириасулаев, телеканал ННТ, Махачкала. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Хороших новостей и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова